Накануне губернатор в ходе делового турне в Уральскую глубинку заглянул в обычный Нижний Туринский магазин, проверил свежесть хлебов и колбас и по просьбе продавщиц сфоткался с труженицами провинциального прилавка. Услышал недовольный глаз народа о коммунальных платежах, от которых у людей волосы дыбом, и о том, что управляющие компании в одном из домов на улице Ильича меняются чуть ли не каждый месяц. Но прежде глава региона вручил ключи новоселам в первом на Свердловщине доходном доме. Впрочем, обо всем по порядку. После капитальной реконструкции пилотный дом арендаторов вылупился из старой скорлупки бывшего общежития Рябинушка. Власть вложила в этот самый проект 110 миллионов рублей. Практически полностью перекроили девятиэтажную коммуналку под нужды долгосрочных арендаторов. Жилых квадратов стало больше, оплата за аренду ниже, просто не придумать, 30 рублей за квадратный метр. Первая из новоселов условно-доходного дома фельдшер местной больницы, переехавшая из Алапаевска в Нижнюю Туру Екатерина Сочевец. За съемную двушку 80 квадратов будет платить в месяц всего 2400 рублей, плюс коммунальные платежи. Ее соседка, учительница физкультуры и ОБЖ Людмила Саморечных, не уехала из Нижней Туры в Крым по той же причине. В ближайшие 10 лет она сможет арендовать жилье по цене значительно ниже рыночной. При этом, в смысле комфорта, квартиры в условно-доходном доме ничем не хуже коммерческого жилья. В доходном доме 26 двушек, каждая площадью 80 квадратов и 16 трешек по сотне квадратных метров. Заменены все коммуникации, утеплены фасады, поставлены новые красивые пластиковые окна. Я считаю, сделано все, чтобы новые молодые специалисты, новые семьи, которые приедут в наш замечательный город, у них останется хорошее впечатление и Нижняя Тура будет уже не убывать, а только пребывать с каждым днем. Естественно, власть, запуская проект социально-арендного жилья, не за барышами гнулась. Она думала о закреплении кадров на местах. Этот опыт позволит решить серьезнейшие проблемы с привлечением специалистов в разные сферы. За домом власть поджидал народ. Пожилая женщина, комкая в руки коммунальную платежку, жаловалась на чиновников, дескать. Им приходится каждый месяц ходить с квитанциями в жилищную контору и слышать раз за разом, дескать, у них в системе сбой произошел. И в следующем месяце они готовы сделать перерасчет. Почему-то каждый месяц получаем мы квитанции и ходим разбираться. И потом нам говорят, это сбой в программе. Но извините, почему сбоя нет в нашу, в пользу людей? Почему мы должны? Вы заплатите, мы сделаем перерасчет. Но перерасчета никакого никогда нет. Губернатор поручил мэру Алексею Стасенку разобраться с коммунальщиками и для верности пообещал отправить в муниципалитет выездную комиссию МинЖКХ. В седьмой школе учителей не хватает. Этот вопрос по поручению губернатора будет решать профильное министерство. А пенсионерка из Большого дома на Ильича 20А жаловалась на то, что у них, дескать, управляющие компании меняются раз в три месяца. На улицах Ильича и Серова, там, где грязно и не пройти, жители пожаловались на отсутствие контейнерной площадки. Градоначальник объяснил, что ее вернут на место к сентябрю после ремонта коммунальной инфраструктуры. В Прудмаге продавщицы губернатору ни на что не жаловались. Евгений Кульвашев поинтересовался, как часто в их магазин завозят хлеб, и услышал в ответ, да почти каждый день, и он всегда свежий. А от кого колбасы, уточнил глава региона. Колбасы на прилавке оказались разные завозные. Взвесить хоть кусочек губернатор не просил. На коллективное фото женщины сами напросились. Губернатор был не прочь. По условиям трехстороннего соглашения Евраз готов инвестировать 100 миллионов рублей на реализацию взаимовыгодных партнерских социальных проектов. В поселках ИС и Сигнальный губернатор, завизировав важный для муниципалитета меморандум, объяснил, почему крупным холдингам выгодно вкладывать средства в территории, где находятся их индустриальные активы. Сегодня компания понимает, что борьба за трудовые ресурсы, она сегодня носит такой достаточно жесткий характер. И вкладываясь в те территории, где живут работники, где учатся их дети, воспитываются в детских садах, это сегодня очень важно. А если говорить, как мы вообще сотрудничаем с Евразом, мы за последние несколько лет больше 14 миллиардов рублей уже вложили в социальную сферу. Я могу только перечислять мост в Нижнем Тагиле через пруд, объекты социальной сферы в Качканале. Вот дошла очередь до Нижней Туры. Вице-президент Евраза, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов особо подчеркнул роль губернатора в лоббизме нижнетуринских социальных проектов, которые позволят решить проблемы с водопроводами и благоустроить старинный парк имени Артема в поселке Ис. Глава округа Алексей Стасенок на брифинге даже рассказал историю создания этого самого парка. Деньги на его строительство в 1936 году. Сам приезжал в поселок, сам Арджоникидзе, и именно он распорядился выделить деньги на золото прииски, работники, которые вносили существенный вклад в развитие целой страны. И вот, понятно, на протяжении до стольких лет он пришел в запустение. И сейчас у нас, по сути, исторический такой момент, почти век прошел. И за два года мы построим, благоустроим свою огромную территорию. Несмотря на мировую пандемию, в Нижнюю Туру пришел новый инвестор, и в городе появилось еще одно градообразующее предприятие. Основным градообразующим предприятием явилось ТИЗОЛ. Это теплоизоляция, которая активно используется в строительстве. Учитывая, что в том году был бум, они сильно помогли, конечно, по трудоустройству всех, так скажем, нуждающихся. Появился новый собственник, тоже одного из крупного завода Интемезавенту. Он выкупил новый предприниматель и инвестор. Он здесь будет в Нижнюю Туре собирать нефтяное оборудование.